ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Прости. Ксюш, нам надо поговорить наедине. Ксюш, ты сказала, что проблема в том, что я женат. Все, я признался, Ритя, что люблю тебя и сказал, что мы разводимся. Больше никаких преград. Леш, я не это имела в виду. Ксюш, пойми, нам уже никто не помешает. Коронись, сладкая парочка! Ты мне что обещали? Лев Глебович, подождите. А сами за моей Риткиной спиной. Вы на нас надавили, вот мы и наобещали. Лев Глебович. Лучше беги. Пожалуйста. Еще раз увижу. Замочу. Ксюша, я за тобой вернусь. Уж зверенок. А с тобой что будем делать? Лев Глебович, клянусь, у нас с ним ничего не было и быть не могло. Я Лешу не люблю. Он просто не так меня понял. Клянусь! Да, алло, а это кто? Понял, здравствуйте. Все еще ждем, конечно, можно сказать, непрерывно. Да? Игорь Павлович будет. А он точно прилетит? А, приедет? Понял, извините. Так, на всякий уточнил. Извините. Короче, мне ваши страдания по боку. С Риткой сама разбирайся. Прощение проси, коленки обнимай. И если она сама тебя простит, Павлович, срочно трезвей к нам, Кужегетович едет. В этот раз точно. Передали, что хотят видеть нас обоих. Да, давай. Лев Глебович. К Ритке иди. Теперь твоя судьба в ее руках. И давайте выпьем за дядю Борю, который своими мозгами заработал много денег. Как что, где, когда, почему. Это передача у нас на Бишкевском телевидении, чтобы авторские права не платить. Назвали, что, где, когда, почему. Короче, Леонидович, за тебя и твои мозги. Спасибо. Опа-наш. Семь миллионов. Валентин подарю. Ну, пусть ремонт закончит, там, долги соседям возместит. Может, что-нибудь еще и на Турцию останется. Как бы, по пятитысячной купюр не было? Были, но просто этот брикет так сиротливо в дипломате смотрится непрезентабельно, как-то, а вот так, этот уровень, ну, совсем иной, а вот так. А надо было мамонет разменять. Валентина, как, скажешь, Макдак бы, у них прыгала бы. Привет. Чего звал? Доброе утро. Все еще сердишься? Нет, конечно. У меня же память, как у золотой рыбки. Прошла ночь, и я забыла, как ты меня изменил с Региной. Что за фуршет? Это альбариния. Своей шаломляющей минеральностью и кислотностью образует идеальный дуэт с наисвежайшими японскими устрицами. Прямо как мы с тобой, я надеюсь. Ненавижу. Устрицы. Как будто море в ракушку высморкалось. Двеночерпи, подъем. Вечером Кужугетович приезжает. Что, опять? На этот раз точно. Что у нас по вину? Его будет ожидать несравненный соседей севиль. Со своей шелковистой структурой. Так, стопэ! Я на эльфийском не понимаю. Открывай самое лучшее, я тебе доверяю. Лев Глебович, а почему вы с ружьем? А почему горничная ест устрицы с венцом? Вообще-то я их не люблю. Вот что значит элитный отель. Уборщица через силу устрицами давится. А может быть мне поэтому устрицы не идут? Ну как-то по социальному статусу не положено. Пойду дальше полы драйвить. Юль, да что за глупости? Маргарита Львовна, простите за беспокойство. Что надо? Пожалуйста, вы услышите меня. У нас с Алексеем ничего не было. Ага. Клянусь, я его забыла два года назад, как только мы расстались. И с тех пор я не давала ни единого намека, ни единого повода, что у нас снова может что-то быть. Я не знаю, зачем он себя накрутил. Наверное, неправильно меня понял. Я знаю. Просто он урод. С ним явно что-то не то. Ему плохо. И поверьте, он любит вас. Просто запутался. Знаешь что? Мне уже плевать, кто кого любит, кто с кем спит. Я просто хочу свалить отсюда подальше и навсегда забыть тебя, его. Сами сидите в этом болоте. То есть вы не против, если я останусь здесь сидеть? Ты мне никто. Делай, что хочешь. Спасибо. Это ж как нужно было тести расстроить, чтобы получить прикладом по голове? Всего лишь все о дочери развестись. Вы же только что поженились. Да, это все, Шик. Я люблю другую. Тогда почему вы не с ней? Понимаете, у нас закончилось все пару лет назад. Ну, это я так думал. А потом приезжаю в отель. Она здесь, представляете? Она тут работает? Да, да, управляющий. Ксения Борисовна? Да. Ксюха. И мы смотрим друг другу в глаза и понимаем, что ничего не закончилось. А я, дурак, все равно женился. Каждый день видел, как она страдает, как места себе не находит. Да, конечно, должен был признаться Рите, что люблю Ксюшу. Любимые люди должны быть вместе. Вы со мной согласны? Я закончил. Извините. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А вот Валентина Ивановна тоже в меня не верила. Теперь мы на нее посмотрим. Понимаешь? Что отмечаете? Дядь Бора Валентине Ивановне семь миллионов рублей дарит. Поздравляю вас с Валентиной. Ну, считай, это долго. Считай, это просто дело чести, Стеллочка. Не подходи ко мне. Подожди, я тебя... Стеллочка. Стеллочка. Стой! Дядь Бора, вот теперь подумай. Вот надо ли за ней бежать, а? Или лучше к Валентине побежать? А? Дядь Борь, хочешь мое мнение? Валентина, она для тебя как-то ближе. И любит тебя очень. Против феромонов Кабана устояла. Он шкуру волчью не приняла. Даже Венерин башмачок не взяла. А он, между прочим, из красной книги. Другая бы на ее месте уже давно мне на шею бросилась. Валентина, не? Эй, помирись с ней. Стой! Ничего. Бабки возьми, помириться, вероятность больше будет. Стой! Что? Шкуру возьми. Вещь ценная, волк. А тебя точно примет. Привет, комсомолка. Мы насчет вчерашнего разговора. Что происходит? Поговорить надо. Здесь? Короче, слушай меня внимательно. Ни один человечек из органов мой шепнул, что они там на меня дело встряпают. Они копали что-то. А на меня есть что стряпать. Понимаешь? Понимаю. Так вот, если меня внезапно закроют, то берут все мое добро. Все, что нажитое, на самом деле, не по сильным трудам. Свободы, пароходы, ну и отели. Поэтому пока можно, надо успеть распихать по доверенным людям. Наврубаешься я? Молодец. Я свою долю в отеле предлагаю записать на тебя. На меня? А почему на меня? Потому что ты принципиальный. Ты спортсмен, как комсомолка. Потому что ты мне все вернешь, когда все образуется. Понимаешь? Понимаю. Мне надо подумать. Ну что, ты подумала? Да. Извините, но я не хочу участвовать во всяких мутных схемах. Да все прозрачно, как Байкал. Сейчас задним числом бумажки подпишем, будешь вне подозрений. Послушай, на пару часов всего. Ты же в курсе, что к нам Кужа Геточ едет? Глебович обещал за меня словечко замолвить. Когда враги мои сгинут, все утрясется, мы тут же отель на меня обратно перепишем. Ну а зачем это все делать ради двух часов? Ницеголовые говорят. Лучше перестраховаться. Послушай, мы Зуевы очень благодарный народ. Мне придется такую вот сумку покупать, чтобы годовую премию из отеля вынести. Ксюша, ну пожалуйста. Под кроватью два раза убрать. Пятно на зеркале. Вы что, слепые? Стой. Где сетка для волос? Забыла. Забыла? Хочешь совет? Хочу. А я не скажу, все равно забудешь. Слушай, миссис Клювдия, если хоть один волос упадет с головы твоих поломоек, я тут со всех скальп сниму. Я поняла, Лев Глебович. Только, пожалуйста, уберите ружье. Зачем вы вообще его носите? На зуенков охочусь. Знаешь таких противных зверьков? Девочки, понятно? Все должно быть идеально. Бородировано. Я занята. Да я по-быстрому. У меня тут для вас, скажите, небольшой презент. Ты елки-палки. Надо же. Что это? Это 7 миллионов на евроремонт. Подержите, пожалуйста. Ну, соседями рассчитаетесь. Вам еще и на путевочку в Турцию останется. Отдохнете от этого всего. Я тут в интернете посмотрел. Такие горящие, заманчивые путевочки имеются. Понятно. Намазолила я вам глаза со Стеллы Анатольевны. Хотите побыстрее от меня избавиться? Валь, ты чего? Я намек поняла. Завтра же возьму отпуск. Пока буду в отпуске, на выгляде ремонт доделается. Уеду в Москву. Не буду мешать вашему счастью. Да ты не так меня поняла, Валь. Я же вот это все от чистого сердца. Спасибо тебе, добрый человек. Валя. Все. Я занята. Ты что творишь, рыжая? Я за нее заплачу. Ты что? Теперь можно ходить по моей кухне и жрать все, что хочешь? Так, что здесь происходит? Рыжая ворует устрицы. Я не ворую. Я просто еще раз хотела попробовать, вдруг мне понравится. Не переживай, я сейчас все улажу. Я тебя улажу. Что ты можешь уладить? Штрафуй свою девку. Она не девка, а девушка. Моя девушка. Любимая, в отличие от тебя. Я уже тысячу раз пожалел, что тогда в ЗАГСе взял время подумать. Пойдем. Пискин. Что такое хмурый? Тоже муж бросил? Не переживайте, воздалось вашему мужу от вашего отца. Убил? Нет, голову ему разбил. Прикладом ружья. А этой мелкой папа ничего не пробил? Было бы неплохо. А, простите, это же ваша девушка. Судя по словам Алексея, это скорее его девушка. А я-то надумал себе что-то. Даже целоваться к ней полез. Идиот. Нет, ты как раз нормальный. Это эти недобывшие всем голову морочат. Они с самого первого дня за моей спиной кувыркались. Ну и черт бы с ними. Ну зачем было жениться? Борь, прости, что Газастина говорила. Так все в порядке. Нет, ты... Ты поступил благородно. Я горжусь, что у меня есть такой мужчина. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Кужегеточка подъезжает. Пошли встречать. Ты с Риткой мне вопрос закрыла? Да. Мы поговорили, все хорошо. Едет. Что? Что-то я не понял, а Кужегеточка что на такси гоняет? Все, папа, я полетела. Не поняла? А она что до сих пор здесь делает? Ты же сказала, мы все уладили. Что мы могли уладить? Она моего мужа увела. Это вы так поговорили? Да она даже не удосужилась зайти и извиниться. Лев Глебович, это неправда. Я заходила. Папа, если она останется здесь, то ты меня больше никогда не увидишь. Понял? Не трогай. Поехали. Доча? Летузик. Лев Глебович, послушайте. Потом разберетесь, Глебович. Ксюша, я же обещал, что вернусь. Я же тебя предупреждал. Тащи их в ружье. Ксюха, поехали скорее. Куда? Какая разница, бросай это все. Продадим квартиру на Патриарших и поедем, куда глаза глядят. Ты че, падла? Охренел. Это моя квартира. Вы ее нам на свадьбу подарили, а совместно нажитое имущество при разводе делится пополам. Ах ты падать. Ну что, в самом деле, сдулился? Сейчас кужогедж приедет, а у нас труп на парковке. Лево. Леш, я никуда с тобой не поеду. Я тебя не люблю, понял? А я тебя ненавижу! Э, ты мэс верни. Это я купил. Какой мерзкий у тебя любовничек. Да не у меня. Глебыч, все, это точно вам. Палыч, о, ружье. О, исчезнет. Зуев, Игорь Павлович, вы задержаны. Погодите, сейчас приедет кужогеджу. Не-не-не, никто никуда не приедет. С утра это я с вами разговаривал. Нужна была гарантия, что мы вас застанем. Зайдемте. Рабочая схема. Синий, до свидания. Лев Глебович, до встречи. Зашибись. Еще и на меня че-то копают. Пора дела в порядок приводить. И начнем с тебя. Вали. Лев Глебович. Не-не-не-не-не-не-не-не-не, хватит. Вечно с тобой какие-то проблемы нанял малолетку. Но... Поиграла в управляющую. И все, хватит. Ари ведерчи. Лев Глебович. Ты че? Итальянский не знаешь? Я никуда не уйду. Ты как Зуенок, словами не понимаешь? Тащи ружье обратно. Игорь Павлович на меня свою долю переписал. Теперь я совладелец отеля. Чего? Он искал варианты, как сохранить имущество. И нашел. Вот именно. Ты просто вариант. Когда Зуев вернется, сразу вылетишь отсюда. Если вернется. Девятыйön. Продолжение следует... Борь, ты прости меня, я так взвинчена была из-за работы. А потом мы с девочками после смены выпили, поговорили и... Знаешь, спасибо тебе большое за деньги. Это такой благородный поступок. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...